Если вы пойдете в люди и спросите у них, то большинство из них не понимает, почему нельзя сжигать листья. То есть, чем это вредно? Для них, для соседей и так далее. То есть, это огромная проблема, которую тоже, как бы, ну, я не вижу, что есть какие-то предприниматели, какие-то действия для того, чтобы что-то решалось. По газификации ТЭЦ-2 мы заслушали представителя ОЛС, нам сказали, что других вариантов нет, кроме как заменять котлы в существующий ТЭЦ, что нет площадки, но существуют альтернативные мнения. К сожалению, мы не увидели какого-то стороннего аудита международными компаниями этих проектов. И сейчас мы вынуждены полагаться на то, что ОЛС говорит про ОЛС, сами про себя, что вот у нас есть такой путь. И, к сожалению, 2025 год, это пока что только план. Я очень сильно надеюсь, что они все-таки успеют до 2025 года, но есть у меня упасения, глядя на все остальные планы, как они реализуются, есть большие сомнения. Значит, заключение. Проблема загрязнения воздуха огромна, страшна, но нам нужно найти в себе смелость, признать ее, перестать стыдиться и замалчивать. Граждане должны знать о реальном состоянии воздуха. Очень здорово, что есть у нас там 40 или 50 этих ледэкранов, на которых отображается информация о загрязнении воздуха, но я считаю, что госслужащие, чиновники должны, то есть исполнительная власть должна пойти дальше, она должна активно эту информацию распространять. Все механизмы есть. Мы знаем, что ДЧС присылает нам сообщения, когда в горах идет дождь. И, ну, лично мне, для моего выживания и для здоровья своей семьи, важнее знать о качестве воздуха в том районе, где я нахожусь, чем о дожде, который происходит где-нибудь там в предгоре. Все механизмы есть. То есть Акимат может рассылать уведомления о том, что качество воздуха плохое. Нужно обязательно сообщать людям, что конкретно сейчас, конкретно в этом районе, воздух плохой, концентрация такая-то, делайте то-то. Наденьте маску, не открывайте окно, не занимайтесь спортом на улице, по возможности не пользуйтесь автомобилем, не сжигайте листья. То есть это должно быть целостной политикой обучения людей. Нужно перестать воспринимать людей как помеху и начать их воспринимать как помощников, потому что в конечном итоге каждый горожанин хочет жить в чистом городе. Но должна быть стратегия, которая поможет этих горожан обучить, рассказать им, что происходит, почему это плохо и как это вредно конкретно для них. Сейчас, к сожалению, этого не происходит. Поэтому, как бы заканчивая выступление той мыслью, которую я начал, в городе происходит экологическая катастрофа. К сожалению, то, что делается, ну, вот, вседорожные карты, они так действуют, они оказывают успокаивающий эффект на людей. Но я здесь буду вот этой вот Кассандрой, да, которая кричит и рассказывает об ужасах. К сожалению, дорожные карты не помогают очищать воздух. Так же, как датчики, которые анализируют качество воздуха, они его не очищают. Это только постановка проблемы. Дальнейшее решение проблемы должно быть быстрым, потому что растут наши дети. У меня в семье уже двое детей аллергики. Жена у меня аллергик. Для меня это лично. Я думаю, что у каждого из вас половина Алматы страдает от аллергии. Это не какой-то абстрактный, значит, какой-то абстрактная проблема и какие-то абстрактные картинки. Это реальный вред реальному нашему здоровью. Алмата занимает первые места по раковым заболеваниям. И качество воздуха – это не только аллергия. Это воздействие на весь организм. Абсолютно все системы организма поддержаны воздействию. И я не знаю, какая еще другая тема может быть настолько важна, как качество того, чем мы с вами дышим. Каждый из нас совершает от 15 до 30 вдохов в минуту. Вы не можете перестать это делать. И когда вы вдыхаете вот это, то, к сожалению, долго жить и здоровыми не каждому из нас удастся. У меня все. Спасибо.